Кузбасский алиментщик спрятался от судебных приставов в шкафу. Но мужчину выдал случайный чих. Теперь его ждет наказание. Он задолжал по алиментам 300 тысяч рублей. Междуреченский вор не успел спрятаться в чужой квартире. Проснулся хозяин. Подробности далее. В Междуреченский домушник влез в квартиру через балкон. Выяснилось, так хотел пообщаться с соседом. Но тот крепко спал. Тогда мужчина вынес телевизор стоимостью в 15 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшего, проживающий этажом выше. На допросе он пояснил, что хотел выпить с соседом. Но он не открыл ему двери. Так как балконная дверь была открыта, он спустился через балкон, зашел в квартиру и обнаружил спящего соседа. Он пытался его разбудить, но не смог. Тогда решил похитить его телевизор, чтобы продать, а деньги потратить на спиртное. Когда выносил имущество, потерпевший проснулся и потребовал вернуть технику на место. Но тот успел открыть дверь и скрыться с похищенным. Телевизор продал прохожему за 2 тысячи рублей. В отношении ранее несудимого 30-летнего подозреваемого дознаватель возбудила уголовное дело. За грабеж ему грозит до 4 лет лишения свободы. Похищенный телевизор полицейские изъяли и вернули владельцу. А вот молодая девушка лишилась сотового телефона за 13 тысяч рублей. Гаджет оставила в такси. Водитель утаила находки. Пришлось обратиться в полицию. Полицейские установили водителя такси. 65-го года рождения ранее несудимого. Свою причастность к краже он отрицал. В ходе дальнейшей работы полицейские установили пассажира такси, которая ехала в автомобиле после потерпевшей. Она пояснила, что села в машину и обнаружила на заднем сиденье сотовый телефон. Она передала его водителю, который пообещал отдать его в диспетчерскую. Водителю стало известно о свидетеле и он решил сознаться, что забрал телефон себе. Вещдок изъяли и вернули потерпевшей. За совершение кражи обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.